Душа, чем больше проснулась, тем она счастливее. Как душу можно прозбудить? Её всегда надо будить всем. Вот, допустим, у нас есть жизнь. Вот, допустим, я девушка молодая, хочу выйти замуж. Это нормально? Конечно, нормально. Чего одно это жить? Вот, но если я буду думать, я хочу замуж, я хочу замуж, мне это не поможет, потому что корыстный настрой, корыстный. А если я начинаю своей красотой всех служить, о всех заботиться, о подружках, о друзьях, заботюсь обо всех, значит, тогда что получается? Я, само собой, не думая об этом, создаю свою семью. Сначала у меня создаётся большая семья. Девушка чувствует себя очень защищённой в отношениях с людьми, и у ней пропадает чувство, что она одинока. Вообще пропадает. Это значит, что она скоро выйдет замуж. Сто процентов. Одиночества нет, всё. Я так всех люблю, о всех заботюсь. Одиночества нет. Всё, скоро замуж. Мужчина по-другому. Его бескорыстие проявляется в победах. Он должен всем помогать своей силой мужской. Должен стать очень востребованным человеком, победоносным. Где? Да там, где ты находишься. Некоторые мужчины думают, нет, мне надо какое-то высокое положение занять для того, чтобы быть победоносным. Глупо. Зачем пытаться поднимать ту штангу, которую ты никогда не поднимал? Поднимай тот вес, который у тебя есть, и с этим развивайся. Становись сильнее, как мужчина, на том, что у тебя есть. А может, это не моя природа. Узнаешь по дороге. Понять свою природу тоже невозможно просто так, потому что есть четыре природы у человека. Это зависит от развития личности. Вот смотрите, бескорыстный человек, мужчина, да, или женщина, в деятельности взять его. Он хочет заниматься только тем, что ему нравится. Это называется хобби. Это вообще никому не интересно. Допустим, человек начинал картину, говорит, какая красивая картина. Её поставил на продажу, кроме него она никому не красивая. Кто её купит? Это называется хобби. Человек любит что-то делать, но он это делает для своего удовольствия, не для чужого удовольствия. Это называется хобби. На хобби зарабатывать практически невозможно. Но человек, он очень корыстно настроен с труду. Он говорит, я могу работать только там, где мне хорошо. Я не могу работать там, где мне плохо. Я не хочу на работе страдать, я хочу только наслаждаться. Это называется хобби. Ничего общего ты не имеешь с работой вообще. Потому что человек хочет наслаждаться работой просто. Ему не хочется делать никакую пользу приносить. И он ищет, ищет. Где же он будет наслаждаться работой? Нигде. Невозможно. Потому что это хобби означает, что никому не надо. Есть такой анекдот. Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому неуловимый. Так и этот человек, он ищет, ищет работу. Он никому не нужен. Неуловимый становится. Следующее предназначение человека. Человек еще не развит, чтобы действовать с позиции разума. Разум означает знание. Человек полностью знает, что он может делать для других. И при этом быть счастливым также внутри себя. То есть он действует для других. Пользу приносит. Но при этом ему нравится это делать. Это означает развитый человек. Он, у него разум очень развит по отношению к себе. Он себя хорошо понимает, этот человек. Понимаете, о чем я говорю? Он себя очень хорошо понимает. Второе предназначение человека — это способности. Называется способность. Второе предназначение человека называется способности. Люди, которые уже начинают зарабатывать деньги и чувствуют себя хорошо в жизни, они живут по способностям. Но во время работы они сильно устают, и им не нравится их работа. Почему? Потому что способности человека еще не значат. Это деятельность ума. Ум означает чувства, желания, мысли. Это не означает знание. Разум — это знание, воля, решимость, энтузиазм человека, храбрость, смелость, трудолюбие. Это деятельность разума. Это все бескорыстная платформа. Когда разум действует, человек уже достиг бескорыстия в сердце. То есть он понял, что жить надо не для себя. И тогда раскрывается человеку предназначение. Но до этого момента у него есть жизнь по способностям. То есть он делает то, что может для других. И за это получает деньги. Чем этот человек мотивирован, который действует по своим способностям? Он мотивирован деньгами. Он живет только для денег. Потому что он живет в страхе за свою судьбу. Но человек, который выше этого стал, он уже чувствует, что такое счастье, служение. Он думает, я буду получать меньше денег, но я буду делать то, что мне нравится и полезно другим. Чувствуете? Это уже другая платформа сознания. Человек, зажатый жизнью. Допустим, смотрите, есть разные виды. Есть раскрытие разума и счастье от знания, кто такой я. А есть еще тяжелая судьба. Вот, допустим, если человеку надо выплачивать квартиру, ему надо содержать семью, ему нужно то, то, то. Он не может заниматься своим предназначением. Ему надо делать только то, что он может делать. Это означает, что по судьбе еще не положено ему перейти на тот труд, который ему нравится. Не положено. И надо терпеливо трудиться там, где ты можешь. Некоторые говорят, я не согласен, хорошо вся твоя жизнь развалится. Жена без денег не сможет жить, дети тоже. Все будут хныкать вокруг себя, а ты занимаешься тем, что тебе нравится. Замечательно. Никакого счастья от этого нет. Видите, не все так просто оказывается. И оказывается, что даже когда человек делает любимый труд, и у него от этого есть деньги и хорошая судьба, то этим предназначение человека не заканчивается. Потому что есть еще высшее предназначение человека. Высшее предназначение человека — это деятельность, которая вообще никак не связана с трудом. Человек дает людям знания. Человек служит Богу в храме, допустим. Понимаете? И люди есть, которые достигают высшего понимания предназначения своей жизни. И они просто служат Богу. И всем приносят огромную пользу, потому что этот человек становится источником любви. Самый ценный человек на земле. Самый ценный человек — это тот, кто тебе может сказать, как правильно жить. Самый ценный — это тот, кто помолится за тебя, и у тебя пройдут болезни. Самый ценный — это тот, на кого можно положиться, опереться в жизни. Понимаете? Мудрец, мудрый человек, святой человек. Высшее предназначение человека — быть святым, святостью. Редкие люди, очень мало. Мы не можем имитировать это. Невозможно. Такому человеку не надо работать уже. Он так возвышен, так чист, что все его любят. Все хотят от него получать знания. Продолжение следует...